здравствуйте друзья добрый день возвращаясь к вопросам иммиграционным я для начала расскажу вам анекдоте я понимаю что солнышко наверно вам под под подслепливает но это важно вот анекдоте что меня было видно они дать с такой имеет прямое отношение к тому что сегодня произошло на иммиграционном фронте поэтому старые времена еще советские дом заводской стать там от завода и живет буквально на одной лестничной клетки живет директор завода и работяг там сидоров тоже у него квартира напротив и однажды сидоров столкнувшись с директором говорит ему там макарова отчего так свой как получается за тобой каждое утро машин приезжает служебная а я вот на там на трамвае на автобусе трясусь ведь в одном месте работаем ты же мог бы и меня захватить тоже праве тот говорит ему понимаешь гисдоров начали директор тоже это же не моя личная машина я же не не сам вот еду там чтобы тебя подхватить эта машина государственная вот заводская и я не не могу так вот прямо вот тебе сказать садись ты давай напиши ты напиши письмо значит заявление мы его рассмотрим и определимся алла 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 да и определимся вот так все как положено тот написал заявление отдал его там по инстанции потом ему это заявление возвращают и там резолюция это этот самый директор там макарова написал ему нам резолюцию удовлетворить на 50 процентов но тот в некотором озадаченность оказался это же там вот приходит там в приемную и вот там дождался и говорит вот хотел уточнить что чтобы это значило это чтобы в одну сторону возить а в другую нет или через день или или это как как понимать тот говорит ну как бы понимать вот это рука да представь себе вот рука вот 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 эта рука это рука это сто процентов а вот пол руки это 50 вот значит так удовлетворить к чему это рассказываю давайте теперь на дорогу перекручу чтобы вам было а меньше солнышка глазки на дорогу сегодня вот примерно это же самое произошло в палате представителей сша то есть удовлетворили на 50 процентов значит желание проголосовать за иммиграционную реформу точнее было два законопроекта и я вам рассказывал что один такой совсем консервативный был а другой типа компромиссный типа компромиссный так вот за консерватив за консервативные они сегодня проголосовали и вот это 50 процентов то есть известно было что он не пройдет против него голосовали не только все демократы но еще 40 с лишним республиканцев тоже то есть похоронен был как капитально этот самый законопроект еще раз все знали и в общем ничего такого но что касается второго законопроекта который типа компромиссный почему он типа компромиссный а не просто компромиссный потому что компромисса с демократами никто не искал компромисс искался и был как бы найден внутри самой республиканской партии поскольку у нее там как бы там два крыла значит вот эти крылья они там так машут несинхронно очень пытались как-то какую-то синхронизацию крыльев произвести и сделали такой компромиссный внутри одной так сказать партии и тоже не было уверенности что он пройдет то есть скажем скорее всего было понятно что нет но решили за него пока не голосовать а голосовать за него завтра в пятницу при том что времени у них мало и в общем там все это такое но чего в пятницу потому что они надеются под собрать голосов если бы сегодня поставили на голосование то как бы понятно было что провально и лишний раз как бы в провалы какие-то не хотелось начальство республиканская сказала что давайте мы тут час еще потолку им с разными людьми может быть там что-то удастся сделать вот а значит многие республиканцы говорят но надо бы прочитать еще хотя бы ну так как-то вникнуть все таки там 300 страниц знаете не то что много времени было на это дело тоже процесс в общем такая вот история и надо сказать что тут вмешался президент и специфическим образом вмешался он в твиттере написал что какой смысл палате представителей вообще голосовать за тот проект или за этот если все равно любой из этих проектов похерят в сенате демократы то есть все равно толку никакого не будет тем самым он как бы выразил некоторые схемтицизм и сделал он это не случайно то есть тут есть тонкость 1 давайте вам расскажу если вам вообще интересны какие-то политические такие полутона то вот тут мы имеем место дело с полутонами значит есть среди таких сильно правых людей сильно правых два фактора которые их мотивируют как бы да то есть оба фактора важны первый фактор это их избиратели электорат который такой бескомпромиссный который говорит никаких амнистий под амнистией понимается любой формат в котором люди находящиеся сегодня нелегально стране вдруг оказались легальными на самом деле по большому счету вот даже когда такой человек например женится на гражданке сша или там на граждан выходит замуж за гражданина сша и и легализуется таким образом действительно происходит амнистирование вот этого нелегального статуса то есть закон это делать позволяет закон говорит это не важно что ты был нелегалом но если ты женишься то мы списываем мы амнистируем вот люди говорят никаких амнистий быть не должно ты находишься нелегально начты уезжаешь из страны и если ты никаких преступлений тут не совершал вот дальше ты пытаешься как-то легально этот вопрос решить а нет так и нет в общем то есть у них как бы такая так такое понимание жизни и их соответственно конгрессмены проводят эту линию то есть итак конгрессмены консервативные имеют с одной стороны дело со своими избирателями которые говорят никаких амнистий с другой стороны их избиратели трепетно относятся к личности президента трампа и не дай бог там кто-то там на него я не знаю там словом или там бровью или взглядом косым вот они за него голосовать не будут это уже предатель он ничего святого этого человека нет поэтому их представители они как бы очень очень боятся оказаться в категории людей которых там трамп критикует или там допустим вот он с кем-то там соревнуется на внутренних там на внутри партийных каких-то выборах и вдруг говорят что он недостаточно поддерживает нашего президента вот и мы сейчас выберем там васю сидорова и вася этот камеру пытаюсь немножко так закрепить да и вот вася сидоров он больше поддерживает нашего президента то есть у них вот там такая борьба идет кто больше поддерживает президента то есть президент это святое потому что на самом деле никогда в истории так сказать республиканской партии страны никто не не брался за то чтобы отстаивать интересы вот этого экстрима пряти а трамп именно к нему и апеллирует это как бы главное и вот искать избирательная база и вот конгрессмены могли бы могли бы сделать такой финт ушами конечно с точки зрения наиболее таких твердолобых консерваторов любая форма любая форма легализации дримеров это преступление но они могли бы сказать ребята и мы с вами мы знаем о чем мы говорим вот ничего хорошего в этом нет но президент попросил мы не могли отказать нашему президенту это было нужно для страны и вот президент сказал и мы ну скрипя сердцем но зная что вы нас поймете зная что для вас президент так также свят как для нас и чем там говорит вот мы на это пошли то есть грубо говоря так у трампа была возможность прикрыть их от критицизма со стороны своих таких наиболее несгибаемых сторонников и как вот я взял на себя но он на себя не взял больше того он с утра вот этим своим твитом который он написал и сказал что какой смысл голосовать если это все равно не будет если это все равно не будет законом из-за сенаторов из-за демократов из-за всех этих дел он тем самым дал им возможность не голосовать то есть он избавил их от необходимости никто им теперь не скажет вот президент хотел а ты не поддержал они скажут мы были с президентом президент сказал что это бессмысленно и мы даже и и думать не стали и вот в общем понятно бы да мы и не хотели эту дрянь голосовать но вот как бы вот мы с президентом он дал им эту возможность он фактически отнял сколько-то голосов возможных от будущего голосования которые завтра но будем надеяться что завтра состоится потому что все таки они ну должны как бы обещано было что будет проголосовано поэтому мы полагаем так что будет проголосовано ну нельзя сказать что они не могут перенести там на субботу или на понедельник они могут что хочет сделать но в общем то вот мы исходим из того что будет в пятницу но когда бы это ни было вот он сегодня с утра своим твитом как бы освободил наиболее твердолобых от того чтобы голосовать он дал им аргумент в пользу того чтобы не голосовать хотя мог бы надавить с тем чтобы они проголосовали ему не 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 нужна это их реформа в таком виде как она есть и на самом деле гораздо важнее иметь возможность говорить о том что враги что они не пускают что из-за них вот не получается и уже столько раз там сколько он обвинил во всех своих прегрешениях именно демократов это конечно очень забавно для действующей власти которая обвиняет всех кроме искать себя но это отдельно поэтому я я не думаю что как как раз вот сам все вопрос принятие миграционной реформы нужен для чего бы то ни было кроме подкармливания хомячков как бы которые ждут что боцман крут что он там сейчас всех раскидает морды там набьет и ну-ка специалист по компромиссу поэтому он взять него ждут вот такого компромисса чтоб всех сортирах там замочить вот в общем вот так и так идет такая вот интересная фишечка счастливо друзья